Мерседесы, рейндж-роверы, вольцвагены. Потравка потихонечку пробивается. Старый кахетти 545. Чивос, конечно, 5459. Всем привет! Вы на канале Виконста. Как видите, я на улице для вас снимаю весенний выпуск. Донецк от первого лица. Вам эта рубрика по душе, я знаю. Сегодня вместе со мной будем дышать воздухом. Как видите, еще листочки не распустились. Но уже по весеннему, по летнему тепло. Еще травка не взошла, но потихонечку виднеется. Прогуляемся мы сегодня по бульвару Пушкина. Покажу, как он выглядит весной. 2020 год. Ребята, поддерживайте лайком. Я стараюсь для вас, но вы постарайтесь для меня хоть капельку поддержите. Давайте усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Большинству людей интересно, что на самом деле происходит в Донецке. Так вы заходите на ютубе, можете спокойно посмотреть, как он выглядит. Или задать в комментариях некоторые вопросы. За окном у нас плюс 6 градусов. Будний день. Но это не помеха. Люди мало-помалу выдвигаются на улицу. Гуляют. Также всем интересно, что на самом деле происходит в городе Донецке. Какая здесь жизнь. Ну, для этого я делаю видеоролики. Чтобы вы наглядно могли видеть, лицезреть. Вы через экран, а я глазами сейчас и руками, к примеру, трогаю эту надпись. Немножко мы попозже также в таком репертуаре снимем видеоролик. Чтобы вы наглядно сравнили, что все-таки погода влияет на количество людей, ну и на окружающую среду. Сейчас как-то все пасмурно. Еще солнышка нет. Тучи. Опять же, весна еще не полностью вступила в свои права. Поэтому, как есть. Все как есть. О, ты чего галкаешь? Смотрите, сколько тут. Количество песиков в этом углу зашкаливает. Там еще сверху, видите, деревья висят. Наверное, скоро будут коммунальщики заниматься этими всеми вопросами. Хотя, так, по чистоте, я смотрю, все в порядок, как обычно. Коммунальщикам респект. Уже, я смотрю, травку посадили. Такие семена. Здесь у нас по левую сторону детская площадка. Ну, прохладно еще. Все вон шапки ходят. Ажиотажа не будет. В основном, люди любят это место, ближе к вечеру собираться компаниями. Иногда люди наматывают по два, по три круга. Ходят чисто по бульвару, туда-сюда. Не знаю, есть в этом какой-то толк и смысл. В основном, сейчас все сидят по кафешкам. Мы кафешки не рекламируем. Они нам за рекламу не платят. Ну, может быть, со временем будем заходить, смотреть, что там, как продают. Хотя, можно будет подумать. Вечером, конечно, в кафешках на выходных мест нет. Да и по левую сторону, я вот смотрю, вся парковка занята. Сейчас мы ближе немножко подойдем. Я вам покажу. Там еще немножко потеплеет. Иногда выходят, играют на музыкальных инструментах. Веселят публику. Народу это нравится. Тем более, если играют качественно и круто. Почему бы по теплу не посидеть, не послушать какой-то репертуар. Где только не был, в каких городах. В основном, центр всегда рулит. Его более-менее украшают лучше. Выделяют деньги, чем на окраины. Окрайины страдают. Какие еще последние новости в Донецке? Подорожал алкоголь. Я не знаю. Наверное, мы сейчас заскочим в обзор. Я вам предварительно покажу, какие цены. Порядка поднялась на 30-40 рублей алкогольная продукция. Где-то на 100-200 рублей. Как бы значительно. Плюс еще недавно подорожал проезд. И я там в соцсетях отчеты читал, что работникам коммунального транспорта Дон Горэлектро Автотранс подняли зарплату. Я не знаю, на сколько. Ну, приблизительно на 2-3 тысячи рублей у них оклад получается больше, чем было. Ну, радует. Конечно, хотелось бы больше. Ну, как есть. Ну, вот вам. Мерседесы, рейндж-роверы, вольцвагены. Шестерок, пятерок нет. Это тут и редко, когда такие машины увидишь. Особенно в центре. Ред капс. Столики. Все заняты. Там на одном столике резерв. Летние площадки еще не открывали. Поэтому приплыва народа не сильно много будет. Хотя, я вот заметил, чем теплее, тем люди стараются выходить почаще на улицу. Тут еще фонтан у нас запустят. Видите, все равно травка потихонечку пробивается. У меня многие спрашивали, показывай нам цены. Мы будем сравнивать с другими ценами. Ну, что касается интернета. Интернет здесь 300 рублей за 100 мегабит. В месяц феникс 100 рублей. И 5 гигабайт интернета. Вот такие здесь цены. Так, ну что, давайте зайдем, наверное, в обзор. Покажу я вам некоторые товары. Ну, к примеру, алкоголь. Остальные цены вы можете увидеть в разделе плейлисты. Здесь у нас Fanta 45, пол-литровая. Это, кстати, лимонад. Очень вкусный. Черноголовка 69 рублей. Литровая баночка в стекле. Сейчас еще за авторские права меня забанят. Что касается пива. Пиво вроде бы не подорожало. Белый медведь 35 рублей. Пол-литровая кружка 39. Жигули 39. Безалкогольная 41 рубль. Большой медведь, белый, 86 рублей. Производство, сейчас я вам скажу, город Донецк. Это местные производители. Немецкий рецепт 130 рублей. Здесь такой же только в холодильнике 56 рублей. Так, теперь по слабоалкоголкам. 99 рублей джин-тоник. Здесь у нас водка литровая 400. Явора 200. Беленькая 168. Гуси-лебеди 202. 0,7. Здесь столичная. Литровая 286. По водкам я, честно, не сильно разбираюсь. Но я думаю, в комментариях вы можете написать, реально, насколько произошло подорожание алкоголя. Пол-литровая 120 рублей. Но это немножко подешевле. Видите, такая поминальная. 120 рублей урожай. Кедровка 234, пол-литровая. И 0,25 чекушка 117 рублей. У нас здесь вино 0,75-179. 275. Ну, в принципе, цены различные. Конечно, алкоголь все-таки подорожал. По остальной продукции нет смысла проходиться. Потому что вы в любом случае все видите. Шампанское 625. 0,75. Дорогое. Абрао-Дюрсо 355. Здесь у нас коньяк Аквин 385. Старой Кахетти 545. Ну, тут 300. В принципе, различные. На свой вкус. Бехеровка литровая 1355. Мартини 819. Здесь у нас что это? Егермейстер, ликер 1455. Текила 1265. Так, ну, в принципе, все. Чивос. Чивос, конечно, 5459. На любителя. И все его покупают. Так, ну что, пойдемте дальше. Прогуляемся еще. Соке, к примеру, 100. Сандора 100. Рич 115. Садочек 73. Ладно, идемте на выход. Здесь также по вечерам, кому интересно, собираются любители мотоспорта. На мотоциклах проезжают. И общаются на свои интересные темы. О, только вышел. И как раз у нас свет уже включили. Ветер еще. Но, опять же, скоро у нас Пасха. Поэтому будут кучки надувать. Блин, все-таки Донбасс отличается своим воздухом. Где только не бываешь, приезжаешь сюда. Этот специфический просто вкус воздуха. Вы реально будете помнить его. Где бы вы ни были. На море, на отдыхе. На другом конце земного шара. Но вы будете помнить, как этот воздух пахнет. Проникает в вас. Очень. Это слово запускает. Вы не сможете. Вот вам и Донецк. Вы же просите почаще. Выходи. Показывай нам город. Есть время. Показываю. Нет времени. В разделе плейлисты вы всегда можете найти некоторые видеоролики. И посмотреть. Также не забывайте оценивать. Давайте еще прогуляемся в сторону площади. Как-никак. Центр города. Ух ты. Тут еще снег лежит у нас. Ничего себе. Вот это я заглянул. Да, маленькая, небольшая. Кучка. Ну, завтра, мне кажется, ее не будет. Солнышко пригреет. И она растает. По хорошей погоде мы обязательно снимем видеоролик, чтобы вы сравнили количество людей и окружающую среду. Я думаю, вам понравится. Звук у Порша такой особенный. У каждой машины есть свой звук. Я думаю, автомобилисты всегда могут различить. То ли это Жигули орет без глушителя. То ли это какая-то иномарка. Опять же, что касается билетов в театр, в кинотеатр. В кинотеатр билеты есть. А вот в театр, в драмтеатр, конечно, билеты нужно заказывать хотя бы за месяц, за полтора. Потому что очень проблемно достать билеты на различные спектакли. Сейчас я, наверное, поближе немножко подойду и вам покажу, что там вообще показывают. Друзья, ну вы пишите, как вам такие выпуски, нравятся или нет. Вы сейчас сидите в уютном, теплом месте дома. Или просто, может быть, едете куда-то, смотрите этот видеоролик. Нажимайте на лайк. Если вам не понравится, то, конечно, можете поставить дизлайк. Я знаю, вы такие есть. Спасибо вам большое тоже за поддержку. Ну вот мы и дошли. Центральная площадь. Донецка. Давайте мы сейчас глянем репертуар. Это у нас на май 2020 год. Уже сделали репертуар. Видели? Вот вами работают. Ну, я думаю, вы на паузу нажмете. Я не буду возле каждой сцены останавливаться детально. Ну, какой внедорожник стоит. Toyota Tundra. Вот на таком на рыбалку хорошо врываться. Вместительный, большой. Там вообще спать можно. Класс. Ну, он и кушает очень много топлива. Так же, что касается других районов, городов, у меня есть некоторый план, по которому мы будем со временем работать. И вы в скором времени увидите новые видео. А там посмотрим по времени, как будет получаться. Вот там улица Артема. Вот там улица Артема. Самая узнаваемая улица в городе. Так же меня многие спрашивают по поводу надписи Сбербанк России, у вас что, работает банк? Нет, эта вывеска еще старая. Ее не снимают. Поэтому банки у нас, к сожалению, не работают, которые используют систему Visa, MasterCard, Swift, переводы, платежи. Единственный банк, это у нас один местный, центральный. И с помощью него люди получают заработную плату, пенсионеры, социальную помощь на карточки. И могут этими карточками расплатиться в магазины, сделать покупки. Но кроме Донецка и банкоматов других, которые принимают именно эти платежные карточки, вы нигде не расплатитесь. Ну что, будем заканчивать на этом видеоролик. Прогулялись мы сегодня по весеннему Донецку. Рассказал я немножко, показал вам город, как он выглядит весной в 2020 году. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что делать. С вас абсолютно любые креативные, адекватные комментарии внизу под этим видео. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!